добрый день дорогие друзья это у меня бегония вечно цветущая красивое растение зимовало она у меня на подоконнике на самом деле цветы очень яркие но света было мало поэтому цветение такой бледненькими цветами я его буду размножать сначала я обрежу все побеги укорочу чтобы нарезать черенки и затем буду делить земляной ком я растение предварительно хорошо полила обычно бегонию вечно цветущую мы не заливаем поливаем очень умеренно потому что она не любит перелива но я сейчас полила для того чтобы было легко разделить земляной ком на несколько частей и так у меня получится размножение этого куста двумя способами черенкованием и размножение делением куста и все это вам покажу и так с помощью ножниц я нарезаю черенки сильно коротко обрезать не буду оставляю на побеги где-то 3 между узле где-то может чуть больше будет где-то чуть меньше и соответственно у меня сами побеги для черенкования череночки получается разного размера какие-то подлиннее какие-то покороче все это я оставляю потом у нас второй этап размножения а сейчас у меня вот такие вот получились побеги теперь каждый черенок нужно подготовить обрезаю листики удаляют цветочки вот такой череночек готов для укоренения укоренять буду в небольшом количестве воды и так подготовлю все черенки черенки я нарезала у меня получились черенки трех фракций самые маленькие вот три которые жалко выбрасывать это побольше около 10 сантиметров и здесь 5-7 сантиметров череночки теперь я вот в такие пластиковые стаканчики набираю немножко воды и буду опускать туда черенки корешки должны быть в воде где-то на один полтора на максимум 2 сантиметра это будет у меня укоренение в воде а эти черенки я хочу высадить грунт стаканчики с грунтом наполнила стаканчики грунтом здесь у меня покупной грунт и перлит теперь буду делать вот такие небольшие отверстия и опускать туда черенки аккуратненько уплотнеть и дальше черенки рассажены теперь я их аккуратненько небольшими порциями полью теперь у меня вот такой вот есть контейнер этот контейнер я покупала фикс прайсе недорогой он идет с крышкой служит он мне тепличкой для размножения любых растений в том числе клематисов ставлю аккуратненько в контейнер все горшочки вот так получается ставлю бирочку с датой теперь вот такая крышечка идет к этому контейнеру накрываю я буду притенять у меня будет стоять на окне сюда же можно поставить и вот эти стаканчики здесь им тоже будет комфортно все череночки меня готовы я их могу уносить принесла контейнер еще такой же чтобы показать какие растения можно размножать очень удобно размножать в таких контейнерах здесь у меня шалфей здесь у меня даже вот кустик гортензии этнолистной то есть очень удобные контейнеры можно размножать все для больших растений можно купить такие же контейнеры только побольше они недорогие но очень-очень удобные такие мини теплички так что обратите внимание я подготовила горшочки подготовила грунт и теперь буду делить это корневище я постелю вот такой пакет чтобы не пачкать сильно теперь осталось их очень аккуратненько разделить это и это это и вот и и и и и вот так разместила горшочки на поддонах и отправлю на северный подоконник на недельку на 2 буду смотреть по погодным условиям возможно потом вынесу в притяненную тепличку на сегодня у меня все спасибо что были со мной до новых встреч до свидания